Я просто была 2 недели назад на презентации Иберди результатов исследований инноваций в Украине, как в Украине сделать инновации, сделать скачок. Так вот, речь шла о продуктивности, о том, что единственная возможность, как вырасти в Украине, это увеличить свою продуктивность. Почему? Потому что ресурсов нет, ресурсы дорогие, то, что только что было сказано, дорого вести, делать производство в Украине. Но если мы начнем работать по-другому, а не так, как сегодня к нам приходят, говорят, да вы IT, вот если из других отраслей, вы съедаете наше личное время, потому что сейчас мы, используя IT-технологии, практически не спим, занимаем свое личное время и так далее. Почему? Потому что люди, беря новые технологии, используют их по-старому. Если, опять же, взять это исследование, там есть три составляющих фактора стопоров. Это коррупция, это навыки знания и финансирование. Сейчас об этом все говорили, но я хочу два слова по каждому сказать. Давайте посмотрим просто на статистику. Индекс конкурентоспособности Украины сейчас 84. Стратегия 2020 говорит о том, что мы должны к 2020 году выйти на 40-ое место. Глобальный индекс конкурентоспособности Таланта 66. 2020 должны выйти к 30%. При этом, опять же, уровень пиратства 83%. И мы говорим, что мы хотим Европу. То есть мы не ставим верховенство права во главу угла, соответственно, мы не уважаем эту часть. Мы хотим, чтобы к нам относились по правомому, мы хотим жить в правом государстве, но сами мы не готовы использовать право. Второе, уважать право. Второе, это конкурентоспособность. Мы должны научиться работать по-новому. То есть производительность труда должна быть повышена. И третий, уровень квалификации должен быть совсем другой. СИО на сегодняшний день, давайте признаемся, это в основном администраторы, которые ведут коррупционные схемы. Это не те люди, которые создают бизнес-процессы, которые обсуждают с людьми, принимающими решениями, как улучшить бизнес-компанию. И уровень квалификации IT на сегодняшний день находится в уровне кодирования больше, чем в уровне реально принятия решения в части стратегии компании. И если мы к основному, то, что я бы хотела сказать, это мне сегодня немножко напоминает ситуацию, которая у нас происходит в Украине, ситуацию промышленной революции, если помните, там, начало прошлого века, да, когда народ сопротивлялся ведению машин. Вот у нас сейчас происходит, по сути, в Украине немножко запоздавшая информационная революция. Когда мы пытаемся ввести автоматизацию в государстве, в бизнесе и так далее, ну, у нас, получается, принцип, там, два солдата из Труйбада заменяют эскалатор, да, то есть у нас люди резистанс есть, да, то есть сопротивление. И это все поддерживают и владельцы бизнеса, и государство. Почему? Потому что все беспокоятся о социальной нагрузке, не понимая о том, что этих людей, переучив, можно занять совершенно другим бизнесом и совершенно другими функциями. И поэтому мы все время объясняемся для всех, что мы не можем уволить людей, и не можем внедрить новые технологии, потому что нам нужно сохранить людей, а наши люди умеют делать только это, и поэтому мы не внедряем новые технологии. И теперь вследствие этого, это замкнутый круг, получается, то есть системность, система не работает, потому что мы не выходим на новый уровень, мы постоянно бегаем по кругу, то есть у нас самый низкий уровень потребностей на сегодняшний день среди, допустим, даже европейского сообщества, мы даже базовую инфраструктуру до конца выстроить не можем. Получается, что, а зачем сюда приносить новые разработки, а зачем сюда приносить новый клауд-компьютинг, а зачем здесь с РМД работать, если спроса на это нет? Вот все это, вы сидите аутсорсник, да, вы знаете, что в основном продаете на Запад. Почему? Потому что там есть спрос. В Украине, да, продать не можете ни вы, ни мы, потому что тот уровень, на который мы уже готовы выйти, спроса на сегодняшний день нет. Как только мы примем решение относительно того, что да, мы идем в информационную революцию, и это за нами несет ответственность того, что социальную нагрузку мы должны решить путем переучивания людей и создания новых рабочих мест, нового бизнеса, вот тогда это будет момент. И последнее хочу сказать по поводу юридической части, да, абсолютно поддерживаю, что у нас в законодательстве есть очень много коллизий, и основные проблемы связаны с тем, что программное обеспечение не прописано, мы хотим сразу прыгнуть в законодательство Европейского Союза, так не получится, потому что у нас все законодательство еще старого образца, поэтому нам нужны промежуточные законопроекты на сегодняшний день, например, по аналогии той же России, хотя мы сегодня ее не хотим поддерживать, но это программное обеспечение, как оно предоставлено. Почему? Потому что наши бухгалтера не умеют работать с управлением нематериальных активов, и это получается, что все программное обеспечение, все наши решения на сегодняшний день воспринимаются как товар, а не как услуга, и в итоге мы продаем вместо консалтинговых услуг на качественное выстраивание инфраструктуры, мы продаем ТЗ, мы продаем документацию, мы продаем какие-то диски с программным обеспечением, вместо того, чтобы реально продать софт так, как оно по сути свое звучит. Поэтому, если подытожить, информационная революция и принятие решения в этой части, действительно, сокращение людей, переориентация их на другой уровень навыков. Второе, это законодательная база, может быть промежуточная, хотя бы определение софта и услуг, как таковых, которые вот это сам предоставляет, верховенство права в части IPR, иначе у нас таланты будут уезжать на Запад. И последнее, это коррупционная часть. Коррупционная часть у нас в основном лежит в том, что наша система СИАЁ и требования к СИАЁ очень низк. Будет высшие потребности, и не будет это коррупция.